Только что посмотрели нашу рубрику «Спорт-эксперт» и сейчас хотим вам более подробно рассказать, как развивается бильярдный спорт в Красноярске. У нас уже для этого есть в студии Роман Краселев, депутат Красноярского городского совета. Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте, здравствуйте! Расскажите, как развивается? У нас для этого есть все условия, даже вот шар, кей. Мне любезно предоставили в школе. Кстати, они тяжеленькие, такие увесистые всегда в бильярде. Я, конечно, играл в бильярд, но, мне кажется, не так много. И кажется, что вот именно русский, там же разновидности есть, да, вот такая американка есть, да, русский. Ну, для нас американки больше нет. Ну, там же как, лузы, это же правильно называется, в лузу надо забить. И там вот есть по разной открытости вот эти лузы. Ну, русский бильярд традиционно считается самым сложным. Ну, да. Шарм больше, стол больше, луза уже. Луза, да, да. Да, поэтому в него играть сложнее. Ну, у всего свои сложности есть, конечно. Ну, традиционно, из всех видов бильярда, русский считается самым сложным. А вот кий. Расскажите про кий, да, который вы к нам сегодня в стуле принесли. А, он какой-то суперкрасивый. Ну, это, так скажем, не самый простой кий. Можно его отнести даже к коллекционным. Даже так. Он выполнен из самого прочного в мире дерева, змеиного называется. Сейчас проверим. Да. Лера, вычни руку. Давай. Под мое ответственное ждали. Какое еще раз дерево? Змеиное. Змеиное. Там есть какое-то импортное название, я его не запомнил, честно сказать. А вот шарны раньше вообще же делали из бивней слонов. В общем, это не очень гуманно. Ну, давно уже не делают, поэтому ничего страшного. Это пластик, там какая-то смола, в общем. В чем сложность вообще игры бильярд? Ну, вообще, я, честно говоря, вот и в сюжете говорил, и сейчас я, и многие, наверное, большинство относятся к бильярду как способу развлечься. Ну, да. А на самом деле это спорт, причем спорт, как вот вчера, например, выяснилось, который очень много навыков таких развивает. В частности, он способствует профилактике зрения, настройств каких-то связанных именно со зрением. Детей, у которых есть соответствующие отклонения, там минус, плюс, один, два показателя, рекомендуют именно игру на бильярде для того, чтобы глазное яблоко, когда ты целишься, оно фокусируется на разных объектах, луза, шар, луза, шар. И вот эта вот тренировка, она для зрения очень полезная. То есть на один показатель можно примерно увеличить, улучшить свое зрение. Здорово. Ну, плюс еще это душевное равновесие, которое игроку приобретает. Ну, и за полтора часа игры на бильярде в среднем проходишь вокруг стола около пяти километров. Поэтому не стоит... Не бег, конечно, да? Не стоит, да, к нему так относиться совсем вот так вот, как вот к шахматам многие скептически относятся. Кстати, шахматы надо будет нам тоже как-нибудь сделать. Сделать выпуск, да? Сделать, да. Лер, ты сказала, что я неправильно держу? Ты уже разбираешься после этого? Я думала, что Роман расскажет. Ну, давайте я потом обоих. Вы помните, мы просто вчера, когда были на съемках, нам показывали, что есть стойка Рекса, динозавра Рекса. Как обучают детей, да, правильно вставать? Да, все правильно. Рекс, динозавр. Он вот так вот держит ручку. Вот так вот. Надо одну ногу еще, одну ногу нужно еще. В общем, ты встаешь, одна вот так, другая вот так. При этом, та, смотри, хочет автоматически туда, да, но мы его. А его надо повернуть вот так. Мы не наемся. Слушайте, мы с вами как стая по камерам. Да, а предварительно нужно баланс найти Киа. Да. Это 45 сантиметров от его основания. Вот примерно так. Чтобы он держался, ага. И от этого баланса отступит 10 сантиметров. Беремся, сделаем кольцо вот из большого пальца и указательного. Вот. А дальше самое важное, вот о чем говорят тренина по бильярду, это вот эта вот стойка. Нужно локоть. Ой, шар у нас падает. Держите шар. Вы хотите сбить? Все 90 градусов. Локоть 90 градусов, наклон 90. Все, все под 90 градусов. Кажется, как будто так неудобно. И вот таким образом. Там самое внимание нужно обратить на пальчик. А есть еще закрытая. Закрытая, да-да-да-да-да. И удар. И удар. Четкий. Четкий, ровный. Поставленный. Надо же в определенное место в шар попасть, да, в зависимости от того, куда, как он будет крутиться, как покатиться. Либо подать ему тренинг-экторную накаток. А еще что самое главное? Что? Натереть, да, мелом. А что же, если не натереть, то не покатится шар, ты думаешь? Плохо, плохо покатится, да. Может соскользнуть, не попасть. Столько тонкостей. В точках, да. Но это туда-то попадает чаще всего. Самое главное, что это в Красноярске очень доступный вид спорта, который на все категории возрастные распространяется. Можно бесплатно поиграть детям, начиная с, там, не по возрасту, а с роста 130 сантиметров, чтобы мог доставать. Выглядывая за стола. Да, занятия совершенно бесплатные. В Кубе у нас на Молоково проводятся эти занятия. И помимо детей, бесплатно могут заниматься еще и взрослые. Это люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, люди пенсионного возраста. Там вот мы, когда снимали сюжет, группа таких вот активных, ну, уже немного солидных мужчин, играли в бильярд, сообщались. Это такое... В общем, нашли чем себя занять. Приятное время, пропонавление. Еще и спорт. Еще и спорт позволяет все равно держать себя так в форме, профилактировать какие-то заболевания. Теперь вы знаете, что бильярдные... Спорт – это не просто развлечение, это действительно вид спорта, который в Красноярске, между прочим, очень хорошо развивается. Поэтому всех призываем заниматься бильярдом и... Играть на бильярде, по-моему. Играть на бильярде. На бильярде. На бильярде. Пушкин уже писал на бильярде, поэтому мы должны играть на бильярде. Отлично. Хотя сейчас можно и в бильярд играть. О чем нам говорят тренера по бильярде. Главное – играть. 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 Играть.